Мы с вами в Атлантик-Сити, Беллис Парк Плейс. Десятираундовый бой Олега Маскаева против Хасима Рахмана не предвещал никаких неожиданностей. По мнению прессы, обозревателей, да и широкой публики, и Хасим Рахман по кличке Скала должен был легко управиться с русским боксером. Все понимали, что Олег Маскаев не так прост. Это был прочный, надежный боец, но его как бы дважды проверили на больших величинах. Он проиграл, тяжело проиграл бой Оливеру Макколу. Что, в общем, было не стыдно, потому что Маккол, если вы помните историю, нокаутировал самого Ленокса Льюиса в свое время. Он провел очень хороший бой против Дэвида Туа. И одна ошибка стоила ему поражения, тяжелого поражения. Многие думали, что Олег Маскаев будет всегда в середине рейтинговой таблицы, где-то на нижних, может быть, строчках, и все. Но опытные эксперты понимали, что Маскаев – это боец, обладающий редким качеством. У него было много недостатков, в том числе и не очень высокая скорость. Но опытному глазу было видно, что Маскаев был из тех не очень часто встречающихся спортсменов, которые могут прыгнуть выше головы. Сделать больше, чем от него ожидает, и чем он сам, может быть, ожидает от себя. Мощный, атлетичный и не очень быстрый Олег Маскаев и Хасим Рахман – восходящая звезда американского бокса. Рахман, а мы знаем, что в будущем будет с Рахманом. Он тоже отметится в истории профессионального бокса, нокаутом, который он устроит Ленокс и Льюис. Это боец, которого мы видели в Москве несколько лет тому назад. Но разглядеть его не успели, потому что бой кончился буквально за считанные какие-то секунды. Рахман Панчер. Типичный нокаутер с хорошей техникой. Рахман – боец амбициозный. Все понимали, что он пойдет далеко. Я не хочу сказать, что Олег Маскаев был избран легкой жертвой. Совсем нет. Просто многие ожидали, что этот бой станет тяжелым испытанием для Олега Маскаева прежде всего. Явный фаворит в этом бою был Хасим Рахман. Бой тогда был частью серии «Бокс» после наступления темноты, которую вел канал HBO. В зале полным-полно дружков, приятелей и обожателей Хасима Рахмана. Эдди Коттон – рефери этого боя, опытный рефери. Итак, Олег Маскаев. К этому времени у него было 17 побед, 12 из них нокаутом, и два поражения, те самые, о которых я вам рассказал. Поскольку Олег Маскаев русский, его представляет как москвича, на самом деле это далеко не так. Но с географией американцев всегда были напряженные отношения, я имею в виду широкую публику. На фунт тяжелее Рахман. 31 победа, 26 нокаутом у Хасима Рахмана. Одно поражение, очень спорное. Он из Балтимора, штат Мэриленд. Это не так далеко от Атлантик-Сити. На этот бой съехались поклонники Хасима Рахмана из Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Вашингтона. На машине можно доехать до Атлантик-Сити там. Так что поддержка публики Рахману обеспечена. Все это хорошо. Все хорошо. Хорошо? Давайте идем. Давайте идем. Давайте идем. Немиров, абсолютный чемпион. Примерно одного роста бойцы. Это высокие ребята. И вес достаточно большой. Несмотря на то, что Рахман потяжелее Олега, ненамного. Он побыстрее. Все понимают, что превосходство скорости на стороне Хасима Рахмана. Техника, как мы сейчас увидим, примерно одинаковая. Рахман, в отличие от многих тяжеловесов американских, очень хорошо умел использовать бой издали, с дальней дистанции. Прямые удары. Маскаев, все знали еще одно его достоинство. Это храбрый тяж. Боец, который не боится обострения, ищет обострения. Олег Маскаев никогда не пытался провести ни одного боя на тихой волне. С первой минуты Олег Маскаев бой обостряет. Никакой осторожной перестрелки джебом из дальней дистанции. Олег, в силу, может быть, своего характера и темперамента, как-то очень быстро устроил эту американскую манеру. Агрессивную и жесткую ведение боя. Все бойцы, которые встречались с Хасимом Рахманом, очень опасались его знаменитого права. Длинный, четкий, острый удар справа. И за этим ударом вес свыше 100 килограммов. Сами понимаете, чем это грозило. Ровный раунд. Хороший раунд, говорят Рахману. Рахман немножко озадачен. Практически все его противники предыдущие пятились от него. А здесь что-то не так идет. Непробиваемая защита. Моторное масло ЮТЕК. Ваша уверенность за рулем. Боб Джексон. Тренер Олега Москаева. Редкий случай. Тренер вообще-то в профессиональном боксе наемная рабочая сила. Его можно нанять. Можно нанять двух, трех тренеров. Можно их уволить. Боксер эти вещи решает. Но там была настоящая дружба. Боб Джексон. Прямо скажем, невеликий тренер. Был очень лоялен к Олегу Москаеву. Он его просто любил. Так по-отечески относился. А такие отношения большая редкость в профессиональном боксе. Рахман в атаке. Рахман понимает, уже сейчас понимает, что лучше держать противника под огнем. Взять инициативу на себя. Позволять хозяйничать такому боксеру, как Москаев, никак нельзя. Вот он и попытался в начале раунда это сделать. Олег выровнял ситуацию. И вот сейчас, в середине второго раунда, пошел уже такой открытый бокс. На встречных курсах. Олег, кажется, немножко медленным. Тягучим таким. Но в критический момент, в нужный момент, он может превзойти самого себя. Я уже говорил об этом. Да, стеснений тут нет никаких. Рахман будет бить и локтем, и по почкам. Конец второго раунда. Как же так? Как Олег пропустил этот удар, его же видно было. Готовил его Рахман. Показывал, куда будет бить и ударил. Жестко действует Рахман. Немиров. Немиров. Абсолютный чемпион. Опытные тренеры Хасима Рахмана подметили, что Олег Маскаев тянул его. Такой немножко тягучий бой. Нужна быстрота и нужны повторные удары левые, говорят Рахман. От одиночного он уходит спокойно. Его нужно догнать повторными ударами. Не получилось. У Маскаева кулак тяжелый. И даже неточные удары тут же поставили Рахмана в невыгодное положение. К третьему раунду ясно, что ожидания быстрой победы Рахмана не сбылись. И что бой получается совершенно неожиданно, невероятно интересным. Если верно то, что бой это столкновение характеров, то этот бой как раз тот самый случай. Маскаев проводит два удара. Два тяжелых удара. Это в третьем раунде. В общем, похоже, что к концу третьего раунда Олег Маскаев просто смял оборону Рахмана. Всегда под большим вопросом был такой компонент подготовки Олега. Это его выносливость. Всем казалось, что он быстро уставал. Но странным образом, где-то в середине боя, как правило, он восстанавливался. Появлялось второе дыхание. Боб Джексон голос сорвал. Так кричал из угла. Слушай меня. Не жди, не жди его. Не позволяй ему хозяйничать. Помог写 Порцед Порцед Учитывая, что примерно и техника, и тактика ведения боя с обеих сторон примерно одинаково, все решит, конечно, воля. Наверное, Хасим Рахман впервые столкнулся с бойцом, который не испытывает к нему такого пиетета, которым отличались его прежние противники. КОНЕЦ Да, вот эти паузы, которые перед ударом берет Олег Маскаев, они высвечивают его намеренно. КОНЕЦ Рахман видит практически все, что затевает Олег. Но вот в фазе обострения боя на средней дистанции шансы немедленно уравниваются. Не каждый рискнет идти в размен с Хасимом Рахманом. Олег Маскаев именно на этом строит бой. На грани риска. На грани риска. Тренер Олега, Боб Джексон, сказал, больше всего я боялся после четвертого раунда, что Олег остановится, что он устанет. И кажется, что все к этому идет. Олег явно, что называется, замедлился. Немиров. Абсолютный чемпион. И Рахман устал. Ему говорят, твой джеб работает, продолжай. Действуй левой как можно чаще. Бей и разбивай его за щит. Но я думаю, Рахман устал. Устал потому, что он тоже скован. Если Олег Маскаев как бы от природы немножко скован, то Рахман от волнения. А обычно в середине боя каждый боец отпускает свои мышцы, расслабляется. Здесь, находясь под постоянной угрозой сильного удара, боец сковывается. И вот это произошло с Рахман. И вот это произошло с Рахман. Рахман понимает, что он быстрее противно. Он выцеливает. Он пытается опередить. Но каким-то образом Маскаев, даже когда пропускает удары, немедленно возвращает все потерянное. Тяжелый кросс Маскаева проходит. Высоковато попало. Маскаев! Запер Маскаев Рахману в углу. Редко кто видел Пасима Рахмана в таком положении. хотя бы несколько секунд. Что там произошло? Капа вылетела. Никак не удается Рахману провести свою коронку. Длинный правый. А вот Олег проводит свой правый удар. И это тревожный звонок для Рахмана и его штаба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренер Чак Макгрегор говорит, что все хорошо. Дыши глубже и сведи локти. Широко раскрыт. Он устал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет. Опытный Рахман знает, что надо делать, когда пропускает удары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рахман обостраивает бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тот темп его не устраивал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рахману кажется, что вот такая методическая стрельба с дистанцией более выгодна Олегу Москаеву. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он быстро кончается. Больше всего, конечно, разочаровать Рахмана, что удары, которые он иногда проводит, и достаточно чисто на Москаева не действует. Вся тактика Рахмана построена на том, что после его длинных атак противник должен попятиться, отойти. А тут он сталкивается с таким противодействием, который гасит все намерения. Олег идет после пропущенных ударов на противника. Более того, вот в следующей фазе Москаев обостряет бой. И именно в этой фазе Рахман пропускает удар. Последняя секунда шестого раунда Рахман устраивает спирт и успешно с потерями для Олега. Один из ударов выбивает капу изо рта Олега. Конечно, этот раунд полностью за Рахмана. Сомнений нет. Немиров. Абсолютный чемпион. Олега травма. Кровь идет из уха. Что это, внутреннее кровотечение или просто какой-то удар разорвал ухо снаружи, пока не ясно. Все очень просто, говорит тренер. Джеб короткий правый в голову и тут же левый крюк. Это твоя комбинация. Последнюю он обязательно пропустит. Продолжение следует... Кровь идет зелень. Все-таки есть счастье у Олега. Несмотря на то, что он уступает скорости Рахману, он все-таки довольно точно предвосхищает его действия. Пытается, пытается Рахман сделать то, что велит тренер. Двойной джеб и короткую комбинацию. Короткий правый в голову и левый крюк. Но именно после двойного джеба Олег сам идет на противник. Идет с ударом. Рахман в атаке. Действует на взрыве жестко. Две атаки удачные. Третья натыкается на оборону Москаева, как на скалу. Сбить его с позиции очень трудно. Олег рискует и очень часто повторяет одно и то же. Попытка ударить правой направо. Я уже много раз говорил, что самое страшное, что может случиться с боксером в бою, это пропустить вот такой контрудар. Тяжело, да. Олег устал. Полная отдача мотора. Моторное масло ЮТЕК. Ваша уверенность за рулем. Тяжело обоим бойцам. Но кажется, что последний раунд достался тяжелее всего Олегу Москаеву. Рахман свежий. Второе дыхание появилось. А раз так, ждите обострения. Рахман ищет момент для старта, для этого обострения. Но самое неприятное для него, это то, что Олег Москаев не дает ему развивать атаку. Даже если Олег пропускает начальные удары, он тут же пытается перехватить на встречном курсе, на встречном движении противника. И вот, когда казалось, Рахман должен нарастить свое преимущество, тяжеленный удар Москаева врезается ему в висок. Все ждали обострения, но последовало. Только не с той стороны, откуда ждали. Вот тот самый момент, о котором я говорил, что Олег Москаев, боец с потрясающей волей, может прыгнуть выше головы, сделать больше, чем от него ждут. Этот удар не только вышиб Хасима Рахмана с ринга. Он встряхнул весь супертяжелый дивизион, поменял там обстановку. На ринге появилась новая грозная величина Олег Москаев. Ну, а в зале этот удар, видите, вызвал всеобщую потасовку. Кто-то вымещал на соседей свое разочарование, а кто-то свой восторг. Да, непосредственно с американской публики вызывает восхищение. Сам же Хасим Рахман с трудом пришел в себя, потому что вылетев с ринга, он снес кучу всякого оборудования, мониторов и ударился головой об пол. Но самое интересное для знатока, для любителя бокса, мы увидим на повторе. Что именно и как это случилось. Впрочем, глагол «случилось» возможно тут неточен. Как это произошло. Потому что этот удар был результатом многих попыток Олега Москаева провести его. Настойчивых попыток. Мы с вами ждем повтора. Смотрите. Весь бой Олег Москаев пытался провести удар правой направо. Он пытался предвосхитить движение Рахмана, когда тот сам начнет этот удар. Удар правой. И он застал его врасплох. Выяснение отношений продолжается. Самое неприятное во всей этой истории, что мой приятель рефери Стив Смыгер получил очень мощный удар стулом по голове. Так что потери были не только в стане Рахмана. Олег Москаев стал героем. Он стал селебрити. И к нему стали относиться совсем иначе. Что значит победа и что значит успех. Многие немедленно поставили под вопрос будущее Хасима Рахмана. Потому что думали, что после такого тяжелого поражения вряд ли он сможет что-либо сделать. Но мы с вами знаем, что случилось позже. И победа над Ленексом Льюисом. И очень хороший бой с Дэвидом Туо. Все будет еще у Рахмана впереди. Вот тот момент, как видите, бедный Стив. Работа рефери или судьи на боксе не менее опасна, как выясняется, чем сам бой на ринге. Чемпионы с российскими именами уже давно появились на самой вершине профессионального бокса. Но яркая победа русского тяжеловеса в Америке. Это было событие, которое, в общем, изменило обстановку в боксе. Пусть на короткое время. Олег Москаев. Победа нокаутом. Это была хорошая победа. И этот бой будут смотреть еще много-много раз. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч.